Добрый вечер! О том, что произошло сегодня, в среду 16 октября, расскажем в итоговом выпуске новостей на UATV. О самом важном смотрите дальше. Перезапуск судебной реформы. Что изменится и как теперь начнут отбирать служителей Фемиды? Будет усиливаться роль апелляционных судов. Официальный визит. Президент Украины встретился с латвийским коллегой, о чем говорили главы стран. В наших территориях стабильная и экономически сильная Украина. Она уехала из России, чтобы защищать Украину. Я приехала по собственному желанию, чтобы узнать о Майдане, узнать о людях, чего они встали. История об украинском воине с российским гражданством. Следующая серия из цикла «Защитники». Второй погибший накануне украинский военный рядовой Юрий Громович. Ему было 36 лет, сообщила 92-я отдельная механизированная бригада в Фейсбуке. Именно в ней и служил Громович. Погиб защитник от пули снайпера боевиков. Она попала в шею и прошла через грудную клетку. Громовича эвакуировали, но в санитарной машине он умер. У Юрия осталась жена и дети. Также накануне вражеский снайпер убил военнослужащую Ярославу Никоненко. Ей тоже было 36 лет. Она родом из Полтавской области, служила в 101-й отдельной бригаде охраны генштаба. У Ярославы осталась 13-летняя дочь. Въезд на оккупированную часть Донбасса для детей по паспортам отложили. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Новые правила должны были вступить в силу с конца октября. Касаются они, в частности, детей до 14 лет. Согласно нововведениям, границу с оккупированной территорией дети смогут пересекать только по паспорту, загранпаспорту или проездному документу. А если ребенок едет с Ордло, ему нужно только свидетельство о рождении. Она покинула родной дом в России ради борьбы за независимость Украины. В Киев из Пятигорска приехала в 2014-м, чтобы узнать правду о революции достоинства. Потом отправилась на Донбасс защищать Украину. Юлия Толопа участвовала в боевых операциях в Луганской и Донецкой областях. История девушки, которую в Украине считают героиней, а в России предательницей. Мы продолжаем цикл сюжетов «Защитники». На стареньком компьютере, привезенном с войны, Юлия Толопа показывает снятые кадры. Видео с беспилотника, который корректировал огонь украинских бойцов на Донбассе. Ее боевому опыту могут позавидовать многие бойцы. Хотя до того, как приехать в Украину, она не знала, что такое война. С друзьями с Майдана Юлия уехала на войну добровольцем в батальон Айдар. Тогда уже понимала, что напротив ее соотечественники. Это подтвердил и звонок от дяди ФСБшника. И сообщение от бывших друзей-националистов. Они начали мне писать о том, что они в Донецке и в Луганске. И то, что они будут убивать и делать тот русский мир и тому подобное. На что я ответила, что они просто предатели. За Юлину позицию российские СМИ обливали ее грязью. Родные так и не поняли, почему дочь ушла защищать Украину. С семьей они давно не общаются. Самый близкий для Юлий человек появляется во время записи нашего интервью. Четырехлетняя Мирослава в их маленькой семье единственная украинка. Юлия Толопа больше пяти лет добивалась гражданства. Ей обещали помочь политике, но миграционная служба требовала отказ от российского гражданства. Это оказалось сложно. Для этого мне нужно либо пойти в посольство России и сделать это, либо поехать же домой и сказать, о, ребят, все, я отказываюсь от гражданства, идите нафиг, дайте мне бумажку. Ну, все понимают, что это невозможно. Несколько месяцев назад указом президента ей присвоили гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной. И даже приняли закон, позволяющий Юлии обойти формальности с отказом от российского паспорта. Но процедура пока несовершенна. Там должны быть внесены изменения нашим кабинетом министров. Но кабинет министров сейчас занят другой работой, и он не может сейчас схватиться за нее и закончить это. Вот как мне объяснила миграционная и все мои знакомые, Юля ждет. Из армии Юля уволилась. Хочет восстановиться после долгих лет на войне. С маленькой дочкой мечтает отдохнуть за границей. Но пока Украина не завершит процедуру предоставления гражданства, их поездка так и остается в планах. Игорь Меделян, Александр Бугай, ЮЭТВ. Перезапуск судебной реформы. Верховная Рада приняла законопроект, который в частности предусматривает распуск высшей квалификационной комиссии судей и сокращает состав Верховного Суда вдвое до 100 человек. Они пройдут новый конкурсный отбор. Эту процедуру определит Высший совет правосудия. Там же создадут комиссию по вопросам добропорядочности и этики, которая будет проверять всех кандидатов. Внедряться будут фильтры, которые не позволят такое огромное количество дел выносить на рассмотрение Верховного Суда. И таким образом будет усиливаться роль апелляционных судов. Их роль должна быть активнее. И сегодня же Верховная Рада приняла закон, по которому самих депутатов будут лишать выплат за прогулы или неучастие в голосованиях. Отныне тем, кто из избранников пропустит 30% голосований в пленарном режиме или больше половины заседаний профильного комитета, не будут компенсировать в этом месяце расходы на осуществление депутатских полномочий. Увольнять мы не можем, так сейчас закон выписан. Хотя за такие ситуации, когда человек не работает, его надо увольнять. А если нельзя увольнять, то давайте будем хотя бы штрафовать. И поэтому человека, который систематически не посещает зал комитет, будем штрафовать. Изначально мы вообще хотели, чтобы была уголовная ответственность, но не нашли согласия в наших рядах. Киев и Рига будут сотрудничать в вопросе возврата активов соратников Януковича. Об этом президенты Украины и Латвии говорили на встрече в Риге. Владимир Зеленский там с официальным визитом. Накануне суд Латвии признал около 30 миллионов долларов, выведенных из Украины бывшими чиновниками, средствами преступного происхождения. Мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения этих активов в Украину. Уже есть соответствующие решения суда. Также есть решения по поиску других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию. Есть договоренности с украинской стороной о том, что она предоставит необходимые доказательства. Конечно, мы против отмывания нелегальных денег. Мы будем делать все, чтобы этого больше не происходило. Процесс еще не завершен, но Украина и Латвия сделают все, чтобы позитивно решить этот вопрос. Уже неделю продолжается военная операция Турции в Сирии. Сложить оружие и выйти из безопасной зоны требует от курдских отрядов турецкий президент Раджепта Епардаган. Только тогда он согласен прекратить наступление. Военная операция «Источник мира» уже повлияла на отношения с Евросоюзом и США. Позицию Турции обсудили и в ООН. Подробнее в следующем материале. Восьмой день продолжается «Источник мира» – военная операция Турции в Сирии. Мины летят на сирийские территории с земли и с воздуха. Турция пытается оттеснить курдские отряды народной самообороны, которые Анкара считает террористами, и создать 32-километровую зону безопасности, переселив туда из Турции около двух миллионов сирийских беженцев. Когда то, что мы хотим, будет сделано от Манбиджа до иракской границы, операция закончится сама собой. Это произойдет только тогда, когда мы будем полностью контролировать территорию вдоль границы. Турция заявляет, их цели только террористы. Однако от снарядов неизбежно страдают и мирные жители – курды. Это народ без государства. Севский мирный договор 1920 года, подписанный после Первой мировой войны, предусматривал создание Курдистана как независимого государства. Но на практике реализован не был. Сегодня курды разбросаны между четырьмя странами – Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Во время арабской весны и гражданской войны в Сирии курды избегали принимающую либо сторону. Но, занимая приграничные районы, противостояли боевикам исламского государства. Сейчас, по данным демократических сил Сирии, в курдских тюрьмах и лагерях находится более 12 тысяч бывших боевиков ИГИЛа. Если Турция осуществит свой план, в зоне безопасности окажутся два лагеря с боевиками. Из-за турецкой операции избежать удалось уже 750, сообщают курды. Бегут и Сирии, и мирные жители. Необходимо прекратить военные действия. Мы крайне встревожены гуманитарными последствиями. Уже сегодня слишком много жертв. Более 160 тысяч человек были перемещены. Прекратить военную операцию и вывести войска призывают Эрдогана страны Евросоюза, которые уже приостановили поставки оружия в Турцию. Недовольны и в США. Курды – союзники-американцы в борьбе с исламским государством. Однако Трамп заявил, что США не станут принимать участие в этом конфликте ни с какой стороны. Накануне США ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики и их глав. На фоне охлаждения отношений турецкий лидер Реджеп Тейпердаган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в США может не состояться. Мой визит в США мы обсудим после переговоров с американской делегацией, которая сюда приедет. Потому что споры, дебаты, разговоры, которые ведутся в Конгрессе относительно меня, моей семьи и моих друзей, являются очень большим неуважением к Турции. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео встретятся с Эрдоганом в четверг. Инна Касинская, UATV Остановить жестокость и убийство женщин. С такой целью турецкий художник Вахид Туна создал необычную инсталляцию. Вывесил на стену 440 пар обуви. Именно столько турчанок погибли от рук возлюбленных или родственников в прошлом году. Автор требует ужесточить наказание для насильника, ведь адвокатам в суде зачастую удается смягчить приговор. С художником пообщались корреспонденты UATV. «Здесь установлено 440 пар женской обуви. Именно столько женщин были убиты мужчинами в 2018 году в Турции». Выносить на улицу обувь покойников – старинная турецкая традиция. К ней своей инсталляцией обращается художник из Стамбула Вахид Туна, чтобы привлечь большее внимание к теме насилия над женщинами. С каждым днём число жертв увеличивается и в большинстве случаев неизвестно, кем были убиты женщины. Это ужасающая картина. «Инсталляцию установили на одной из самых оживлённых улиц мегаполиса. Ежедневно здесь проходят тысячи людей». «Меня поддержало большое количество людей. В большинстве женщины писали личные сообщения, публиковали записи в социальных сетях. Говорили о важности этого проекта и отмечали, что автор – мужчина». Число убитых партнёром или родственникам женщин в Турции с каждым годом растёт. По данным правозащитников, в 2011 году жизни лишили 121 женщину. В 2018 убийств стало уже 440. Активисты связывают это с доминирующим в обществе патриархальным мышлением и недостаточным вниманием властей к проблеме. Чтобы изменить смертельную статистику и защитить женщин, активистка Гюльсун Канат основала Фонд помощи пострадавшим от насилия. «Мы пытаемся принести в Турцию понятие «убежище». В 1990 году в стране было два убежища для женщин. На сегодняшний день их 143. Мало. Но мы пытаемся увеличить это число». Ежедневно за помощью в фонд обращаются в среднем 10 женщин. Гюльсун отмечают, что угроза для жизни чаще всего возникает в момент, когда женщины заявляют о нежелании терпеть насилие. «Это начинается в момент, когда они хотят развестись. Мужчины этого не могут принять. Государство должно чётко сказать мужчинам, что их поступки – это преступление». Правозащитники уверены, изменений лишь государственной политики мало. Общество само должно осознать проблему и начать бороться с ней. Путём искусства решил внести свой вклад и Вахид Туна. Художник не скрывает – тема насилия над женщинами стала ему особенно близка после рождения дочери. Джафер Умеров, Идьек Атаман, Стамбул, Юэй Ти Ви. Гасили амбар с нефтепродуктами, спасали пострадавших в ДТП и жильцов пылающего дома. Во Львовской области спасатели провели учения. На специализированном полигоне быстро принимать решение и действовать учились 120 пожарных из разных частей. Как справились с заданиями, видели корреспонденты Юэй Ти Ви. Жилой дом охвачен огнём. Один из жильцов не успел выбраться и оказался в ловушке. Роман работает пожарным спасателем год. Из горящих зданий выводил людей не понарошку. Говорит, успех любой операции – это командная работа. Нужно быстро реагировать и правильно действовать. В реальных условиях гораздо труднее, конечно, но учения нам помогают, закаляют. Этот участок преодолели без всяких осложнений. Единственное, что боевая одежда тяжёлая. Трудно передвигаться и было много дыма. Почти ничего не было видно. Психологическая полоса. Её должен пройти каждый спасатель перед началом работы, чтобы преодолеть свой страх к огню и в реальной ситуации не паниковать. Она создана для того, чтобы каждый пожарный мог прочувствовать, что такое пламя. Мы часто находимся в среде, где трудно дышать. И чтобы спасатели, у которых мало опыта, могли на практике испытать всё это на себе. Следующая легенда учений – дорожно-транспортное происшествие. В машине двое пострадавших без сознания. С помощью специального оборудования спасатели разрезают металл, чтобы как можно быстрее освободить людей. При столкновении автомобилей каждый деформируется по-разному. Каждая ДТП по-своему сложная. Всегда решаем на месте, как правильно и с какой стороны вырезать пострадавших. Финальный и самый опасный этап – погасить нефть. Пожарные работают в специальных теплоотражающих костюмах. Температура достигает более 500 градусов. Пожар ликвидируют так называемой пенной атакой. Позади стояли ребята, которые нас защищали струей воды и охлаждали нас. Мы ликвидировали пожар пеной. Ежегодно на полигон в Борислав на учения приезжают пожарные из разных районов области. Говорят, чем больше практики, тем выше шансы во время реальных, чрезвычайных ситуаций спасти людей и выжить самому. Юлия Билли, Вадим Дмитриев, Львов, ЮЭй ТВ. Особенные работы особенных детей. Около тысячи участников собрал 28-й городской фестиваль творчества детей и молодежи с функциональными ограничениями. Продлится он полтора месяца. С участниками общалась корреспондентка ЮЭй ТВ Анна Романовская. Стесняясь, но не скрывая радости, 20-летний Миша дает свое первое интервью. У Миши проблемы с развитием. Сейчас он живет в детском доме-интернате. Собственноручно сделанная ваза с цветами принесла Миша победу в номинации «Работа из бумаги» на городском фестивале «Поверим в себя». Не сложно было делать эту работу. Сначала из бумаги крутил, потом лаком покрывал. Добавил немного цветов. Сперва вырезал их, потом посыпал нитками, обрезал нитки. 29-летний Саша тоже из Святошинского детского дома-интерната к фестивалю подготовил вышитую вазу с цветами из ленточек. Хоть его картина и не получила награду, он с радостью рассказывает о проделанной работе. Я решил своими руками сделать вазу. Купили ткань, купили ленточки, а дальше я все сам. Вот это я крутил, обклеивал пистолетиком. Старался очень. Всего на фестивале представлено 10 номинаций в разных возрастных категориях. В этом году собралось около тысячи участников. Дети и молодежь с функциональными ограничениями. На протяжении нескольких месяцев дети демонстрируют свои таланты, свое творчество в районах. Потом выбираем работы для городского тура фестиваля. За самые лучшие работы будем награждать дипломами и ценными подарками. На открытии городской выставки все участники получили символические подарки. А уже через полтора месяца наградят победителей в каждой номинации. Анна Романовская, Максим Градобик, UATV. Посмотреть, послушать и почитать, чтобы узнать больше об Украине. На франкфуртской книжной ярмарке представили украинский стенд. Участвуют в нем 28 издателей. Эта выставка ежегодная и крупнейшая в мире. Проходит уже 71 раз. Корреспондентка UATV Юлия Крючкова расскажет подробнее. Интерактивность и визуализация. На этом сделали акцент издатели и организаторы украинского стенда. Здесь можно услышать голоса украинских писателей и увидеть ретроспективу украинской фотографии. В эпоху цифровых технологий книжный рынок меняется. Мультимедийность становится одним из главных преимуществ. Такой подход используют авторы проекта «Украинер». Они показывают самые интересные, неизведанные уголки страны разными способами. Во Франкфурте мы показываем VR. Видео на мониторах и книги. Кроме этого, у нас есть мультимедийная платформа с лонгридами и фото. Мы пытаемся показывать Украину через разные истории и использовать различные подходы к изображению этих историй, объединяем формы и форматы. В ней на многих страницах есть QR-код и по нему можно сразу прочитать больше. Конечно, показывают и классические бумажные книги. Для выставки отбирают те, что могут заинтересовать иностранных издателей. Здесь же находится зона для бизнес-переговоров, где украинские издатели могут продать права на свои книги и договориться о выпуске иностранной литературы. Наши партнеры очень любят иллюстрированные детские книги. Их интересует такая европейская иллюстрация, а также непростые темы. У нас был такой подход. Мы хотели не только представить то, что хорошо продается в Украине, но и то, что показывает нас как людей, которые чувствуют проблему общества. У нас есть книги «Экофрендли», которые говорят об экологии, об отдыхе. Эти книги у нас покупают разные страны. Украина участвует во Франкфуртской книжной ярмарке всего пять лет, но уже успела стать одним из важных экспонентов. Об этом рассказал вице-президент ярмарки Тобиас Фосс. Он выступал на официальном открытии украинского стенда. Я слежу за Украиной с тех пор, как она впервые появилась на книжной ярмарке. Уже пять лет. Украинский стенд за это время сильно изменился. В первый раз у Украины стенд не был таким профессиональным. Его просто сделали люди с большим энтузиазмом. Но сейчас у вас есть огромный стенд, где можно обсудить все, что связано с литературой. Франкфуртская книжная ярмарка самая крупная и старая в мире. Каждый год на нее съезжается несколько десятков тысяч гостей. Главная тема в этом году – создай свою революцию. По мнению организаторов, книги должны находить решения глобальных проблем – политических, социальных, экологических. Изменение климата – самая популярная тема. И в этом контексте феномен, что книга об этом быстро станет популярной. За такое короткое время, что никто даже представить не может. Книга и по форме, и по содержанию сконцентрирована на человеке. Говорит о начале и конце. И в ней бы древняя книга проходила золотым сечением. Ярмарка является площадкой для дискуссий и презентаций. Самый ожидаемый гость от Украины – Олег Сенцов. 18 октября он выступит на международной сцене с речью о борьбе за свободу. А 19 октября презентует немецкий перевод своего сборника рассказов. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров из Франкфурта. Юэй ТВ. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Увидимся с вами уже завтра в 9.00, тогда следующий выпуск новостей на русском. Не переключайте UATV и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова